Более ста водителей общественного транспорта республики привлечены к административной ответственности за разного рода нарушения. Таковы промежуточные результаты оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое проходило в Карачаево-Черкесии с 25 августа по 5 сентября текущего года. На что обращали внимание сотрудники автоинспекции, выяснял наш корреспондент Артур Макце. Перевозка пассажиров должна быть в первую очередь безопасной и комфортной. На это обращают внимание автоинспекторы Карачаево-Черкесии во время рейдовых мероприятий «Автобус». Известно, что на протяжении многих лет состояние общественного транспорта в регионе не выдерживало никакой критики. Но постепенное обновление автопарка уже даёт положительные результаты. А при выполнении водителями предписаний полицейских должно стать ещё лучше. Целью данного мероприятия является снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. На сегодняшний день сотрудниками госавтоинспекции проверено более 180 автобусов и выявлено порядка 110 административных правонарушений. Среди которых имеются и такие, как управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующей категории. В Черкесске за время профилактического мероприятия привлечены к ответственности более 20 водителей. Нарушения самые разные. От неработающих лампочек до отсутствующих на колёсах болтов. Любая незначительная, на первый взгляд, мелочь может иметь трагические последствия. В основном водители транспортных средств вносят изменения в конструкции транспортного средства, устанавливают дополнительные предметы. Также осуществляют перевозку пассажиров без путевых листов, а именно они не проходят медицинский контроль. Техническое социальное транспортное средство у них в несоответствии проверяется. Также осуществляют перевозку без огнетушителей, без медицинских аптечек. Несмотря на то, что у подобных профилактических мероприятий есть определённые сроки, сами рейды проводятся на регулярной основе. Обеспечение безопасности пассажиров не имеет временных рамок. Артур Мухце, Алибастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.